В общем, всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители. С вами Бодзи, и сегодня у нас выбираемся из непробиваемого ящика с кнопками челлендж. Сразу же ставлю лайк, если что, подписываться на наш ютуб канал, включайте уведомления, и всё в этом духе. Погнали! И всем привет! С вами Глент, Кобяков, Серёга, и вы на канале А4! И сегодня двое из нас будут выбираться из непробиваемого ящика со ста кнопками! Каждая кнопка — это инструмент, при помощи которого мы будем разрушать бокс и выбираться. Но не всё так просто. Некоторые инструменты даются с усложнениями, а некоторые можно будет получить, только выполнив челлендж. Слушайте, здесь, знаете, кого им хватает? Здесь не хватает клоуна, который будет сейчас над ними издеваться. Конечно же, победитель получит тысячу баксов! Так что, пацаны, мотивация сегодня серьёзная. Но есть одно но — кто-то из нас должен быть ведущим. Не хочу быть ведущим сегодня. Не, ну заказали баксов, и я не хочу быть ведущим. Ладно, я буду. Да? Да, я шучу. Ладно, мы узнаем, кто ведущий при помощи приложения «А4 колесо фортуны». Если что, ссылочка на него есть в описании, качайте. У нас здесь уже заготовлена рулетка, которая называется «Кто ведущий?». Опа. Итак, можем крутить. Всё, полетело, 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 полетело. Так, лишь бредя, лишь бредя. Серёга! Серёга ведущий! Не, ну слушай, Серёга изначально хотел стать ведущим вроде. А, не-не-не, он не... В принципе, как ты и заказывал. Да, ты хотел, ты так же сказал. А, всё, надо было раньше. Короче, давайте я скажу начало фразы, а вы закончите её в комментариях. Вы готовы, дети? Да, Катин. Тихо, 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 тихо. Напишите в комментах, как она продолжается, а мы с Кобяковым залазим в боксы. Ну что, готовы начинать? Да! Но перед этим одно важное правило. Выбранный инструмент даётся только на один раунд и на три минуты. Э, почему так мало? Что за правило дурацкие? Я вот уверен, что сегодня я выигрываю. Ну что, кто из вас начинает первым? Я могу, я могу, я могу. Я вообще-то хочу, давай на каминцы. Раз, два, три. Еее! Всё, давайте начинать. Я готов. Очень важно начать с правильного первого инструмента. Во, я хочу нажать на кнопку под Кобяковым, смотрите, вот на эту. Ну-ка. Ручной бур. Господи, помилуй, ручной бур, это что у нас? Я тоже что-то не допёр. Первый слой у нас вот такой. Стоп, стоп, ручной бур, это же вроде вот такая, что... Да, если я не ошибаюсь. Мне кажется, оно... Глентик, вот это тебе устройство выдали. Держи, аккуратней. Нифига себе. Почему он такой аккуратный? Я, конечно, всё ожидал, но такого я точно не... Такого буря ещё не видел. Экс-перчаточки, техника безопасности на месте. Ну что, Глентик, ты готов? Да! Я засекаю время. Погнали. О, нифига себе. Как оно нормально пробивает. Как ты просто поцарапал краску. У Глента в этом ролике точно нету шансов. Глент, нравится? Согласен. Пока что нормально. Я вот чуть-чуть расцарапал. Я сейчас попытаюсь как-то вот так вот. Ну, слушай, уже лучше всё равно. А, погодите, это картон? Или чё это? Или это с картоном? Офигеть! Вы видите? Получай, получай, получай. Да. Походу сломал первый слой. Офигеть. Да-да, только ты сломал. То есть, если так прикидывать, то получается, он сейчас уже первый может выбраться. Судырочку. Я вижу следующий слой. Слушай, долбай, долбай дальше. Вы прикалываетесь на 4 продакшена. Я Кобякова специально не покажу. Что там? Ребята, немножко подождите. И тоже видите этот слой. Он очень смешной. Давай, давай, давай. Так, Глентик, у тебя ещё 30 секунд. Нормально, я почти сделал дырку. Ого. Там что, чипсы? Не получится. На, 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 на. Или нет, а макароны были. Стоп. Слушайте, ну я уверен, что тут отверстие сделал. И следующий слой это роллтон. Я же говорю, макароны. Обалдеть. Вот это физуха пошла. Забирай, Серёга, эту бормашинку. Жёсткая штука. Кстати, эта штука предназначена для того, чтобы сверлить лёд. А Глентик, я её цемент просверлил. Теперь твоя очередь, Кобяков. Цемент? Так там цемент всё-таки был. Я выбираю вот эту вот зелёную кнопку, потому что зелёная кнопка это выход. Сто процентов. Выхода тут нет. Дадут мне вот такую вот битую, я бам-бам, и всё, и вышел. Ладно, я нажимаю. Рок-быка. Ясно, Арик. Я просто вот так вот сажусь и жду, пока Кобяков будет вот всё своё время пытаться сломать цемент роком. Рок-быка, господи. Ну, Кобяков, вот твой инструмент на ближайший раунд. Офигеть. Давай сюда. Нормально. Я думал, там вот такую бандуру достанешь. Ну, давай, 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 давай. Да, я у тебя каждый день их вижу вот так вот. Эй, Кобяков, защита. Вот. Там можно и без защиты, вы видели этот рог вообще. Итак, Кобяков, твое время пошло. Погнали. Ясно. Не-не-не, он должен им раздолбать, так нормально, я скажу. Это получше будет, чем ручной бурой, если не ошибаюсь, так называется. Слушай, да он долбать нормально вообще-то, Глент, что-то выпендриваешься. А что там у тебя такое красное? Да-да-да, вот и я там уже. У меня там, походу, не ролл-то. У всех одинаковые слои. Короче, моя тактика заключается в том, что я сначала сделаю широкое-широкое отверстие, чтобы потом мое тело вылезло. А потом уже буду долбить в губ. Ладно, короче, каждый долбил внизу, потом... А почему он не острой стороной долбает-то? Мы не знаем, что это такое красное. Кобяков, как ты свою тактику объяснял? Уже осталось мало времени, у тебя минута, меньше минуты. Ха-ха, Кобяков, 100%. Слушайте, ну если сейчас Влада на канале нет, то почему бы они не могут все втроем начать, а там какого-нибудь четвертого чувака взять и все, м? Ребят, тоже хорошая идея. Не разрушить первый слой в первом раунде, это для меня очень хорошо. Хотя, знаете что, напишите догадки в комментариях. Что, видишь уже ролл-тон? А, да, видишь. Вижу. И... Очуметь. Очуметь. Вот он долбает, вы прикиньте. Это же жесть. Я нормально, я уверен в своих силах до сегодняшнего ролика. Конечно, нет, кстати, вот я сейчас буду ставить ставки, либо Кобяков, либо Глент первым вылезет оттуда. Но я считаю, что вылезет первым... Ладно, пока что на пятой минуте делать выводы рано. У нас отверстия одинаковые. Мне больше все интересно, чего у тебя там за красная штука сверху. Офигеть, вы посмотрите. Он долбил со всей силы, и рог вообще нулевый. Надо было с ними рогами, Кобяков говорил. Ну, слушайте, пока что вы идете достаточно ровно. Одинаково у вас дырочки. Ровно-ровно. Зря гнал на меня. Что? Ничего себе. У меня здесь уже отверстие, можно всю семью перевести. Короче, Летик, сейчас твоя очередь. Выбирай инструмент. Это легко. Мой инструмент это лайки подписчиков. Не, на самом деле, очень приятно, когда много лайков под роликом собирается. Поэтому, если вы еще не поставили лайк, напоминаю вам, поставьте лайк. За работу А4 продакшена, за наш труд с вас. Это если вы просто не выспался, если что. Ну, лайки мы поставим однозначно. Включим уведомления, комментарии. Вы тоже это делаете, не забывайте. А4 не знает, что еще может быть оранжевое. Мерч? Твои штаны? Штаны у меня, конечно, очень клевые, но оранжевые из канала А4. Ребята, напишите в комментах. Все, 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 мы поняли. Плоскогурцы, это круто, это супер круто. Тут же неплохо, если честно. Все, у меня сосед с ума сошел. Посмотрите. Вау. Вот это, кстати, было больно, я считаю. Так, ребята, предлагаю создавать мемы в ТикТоке вот с этим отрезком. Это просто мое желание провести лето хорошо. Эй, гони плоскогубцы. Так, сынок, вы умеешь обращаться к плоскогубцам? Конечно, папа. Сынок. А если и правда, Серега, ты у нас очень взрослый. Итак, говори, когда время пошло. Время не то, что пошло, оно побежало. Я хочу сначала обращать инцентную дырку, но по назначению это не работает. Я отламываю очень маленькие кусочки. Давайте попробуем вот так вот. Сынок. Оп, хорош. Ловые плоскогубцы. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Ты уверен, что ты делаешь все правильно? Нет. Да, почему? Так, ну здесь уже, в принципе, можно пролезть. Еще только чуть повыше нужно пробить. И у тебя осталось 5, 4, 3, 2, 1. Все, давай. Слушайте, ну результат работает. Да нет, ну я не скажу то, что он, не, ну он не так много пробил. Ну почти как у меня. На самом деле плоскогубцы. По размерам. Чего? Что там у тебя? У тебя тут даже нога не пролезет, а я уже тут реально могу всю семью. Ну, у Глента будет побольше, чем у Кобякова, я согласен. Как выбирать инструмент? Я выбираю кнопку ровно напротив тебя, которую и ты выбирал. Повторяшка номер 5 любит план, не ваш. Погнали. Ну, что там? О, усложнение. Да, это мне нравится. Блин, усложнение, что? Серега, надеюсь, там не будет никаких мерзких усложнений. Ну, я ничего обещать не могу. Я согласен. Он делает ради контента все. А ты держи свой инструмент. Гаечный ключ, так это уже усложнение. Гаечный ключ. Я думал, там хотя бы гаечный ключ будет какой-нибудь на 32 такой. Ну, а вот твое настоящее усложнение. Почему я в гаечных ключах разбираюсь меньше, чем они? Боксерские перчатки, что? Ммм, кстати, неплохо. Сейчас будешь ротан боксерскими перчатками долбать. Это может не усложнение. Я за боксерской перчаткой как ударю. Так перчатками бить нельзя, только ключ держать. Капец. Тогда это реально усложнение. Офигеть. Потому что как я такими большими перчатками буду держать такой маленький ключ? Я его даже в руку взять не могу. Серега, ты там это время засекай. Поехали. Мне на самом деле интересно, что это все-таки за красная штуковина у меня в тене. Поэтому я буду крушить все вокруг нее. Ну, давай. Капец. Слушай, я бы на твоем месте, Кобяков, расширил бы дырку. Это однозначно. Ну, возможно, Кобяков, ты главное работай. Давай, давай, я в тебя верю. Ребен, Кобяков разоблился. Посмотрите на Кобякова. Что такое? У меня новая тактика. Какая? Я ключ засунул под слой и сейчас попробую отковырять. О, там что-то не говорится. Пацаны, я понял, что это такое. Это кнопка подписаться, с которой нам нужно разобраться срочно. Я сейчас тебя уничтожу. Давай, давай, залпай ее. Потому что только зрители на это способны. Ребята, я нужна ваша помощь. Давайте сейчас все вместе нажмем на красную кнопочку подписаться. И, наконец-таки, уничтожим ее. Давайте сейчас на счет 3 все вместе. Раз, два, три. Давай, давай, беги. Давай я ее уничтожаю. Уничтожай, уничтожай, дорогой. Давай, Кобяков по красной кнопке лупит. Ну так и ну. Так смотри, у тебя тоже должна быть красная кнопка подписаться, Глент. Все, я уничтожил красную кнопку подписаться. Ребят, надеюсь, что вы тоже. Ну все, у тебя время закончилось. Поздравляю, Кобяков. Ну, слой ты не разрушил, но красную кнопку уничтожил. Ну, а следующим нажимает Глент. Так, я хочу выбрать вот эту зеленую кнопку. Так. Инструмент за челлендж. Инструмент за челлендж. Кстати, тоже неплохо на самом деле. А, если челлендж, это будет какое-нибудь наказание. Не, 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 не. О, это еще хуже. Я думаю, я справлюсь. Серега, давай, подготавливай. Итак, Глент, челлендж заключается в том, что тебе нужно будет на радиоуправляемой машинке, сидя в боксе. Проехать мимо всех стаканчиков и не задеть их. А, то есть это будут какие-то препятствия. Если ты выполнишь этот челлендж, ты получишь инструмент. А если нет, то инструмента нет. Это неплохо тоже. Давай, погнал. Итак, Глент, поехали. Раз, два, три. Ой, осторожнее. Нормально, нормально, идем уверенно. Давайте наши чуваки поехали. Теперь вот все. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Так, блин, я вон тот дальний стаканчик вообще не вижу. Хорошо. Нормально, нормально, это неплохо. Ну что, Глент, за этот суперсложный челлендж я даю тебе суперинструмент. Это мачете. Мачете, ничего себе. Это сразу техника безопасности. Так, ну слушай, мачете, если так прикинуть. Да нет, мне кажется, если он острый именно ему даст, то да, будет отлично. Если он не такой, то фигня. Я готов. Раз, два, три, погнали. Поехали. Три минуты. Он ему дает три минуты. Вау. Нет, ну слушайте, ребят, если так прикидывать. Нет, все, не отвлекай меня, Серега. Да, вообще идет хорошо. Давай, давай. Бамбуки? Это самое то, чтобы бамбуки как раз долбать. Глентик, могу тебе еще кипятка навалить. О, кстати, да. Можно кипятком роллтон залить, и тоже раунд пройдет легко. А у тебя тем временем закончилось время. Три минуты уже. Нет, ну слушай, это очень клево было бы. Да ты сразу за секунду разрубишь их. Ты че, Глент? Давай, давай, бачет. Там вот один раз. Одного и бачета. Ээээ, ты че, баканул, а? Слушай, а вот это вот нечестно, Глент. Вот так вот нельзя делать. Что, Кобяков, твоя очередь? Так, я выбираю вот эту кнопку. Цяпка. Цяпка. Так, Кобяков, вот твой инструмент. Почему цапка пишется через я? Цяпка? Давай. Вау. Цяпка для рот. Это, по-моему, отличный инструмент. Давай, затекай время. Поехали. Давай, папе. О, господи, помилуй. Вау. Надо все-таки отец очки. Это жестко, кстати, если честно. Офигеть. Офигеть. Ну, я так скажу. Это, на самом деле, даже быстрее, чем то, что долбал Глент. Он фигачил мачете, а это цяпка какая-то. И она намного быстрее роту уничтожает. Сами заметите. Пацаны, я как шахтер. Уже до бамбука дошел. Следующий слой. Нет, ты не сможешь ничего сделать с бамбуком. Я уверен в этом. Ну, давай, давай, давай. Время вышло. О, Кобяков. Время вышло. Все. Ты что там, ульту включил, что ли? О, держи. Фига себе, Кобяков, развалился дырень целую. Ну что, Глент, мы переходим к тебе. Да, и кстати, я, походу, знаю, какой слой будет следующим. Я тут вижу через бамбук. Для него понадобится что-то теплое. Я не знаю, честно. А4 продакшн знает. Я нет. Походу, я знаю, что будет за слой. Сжимай кнопку. Ну-ка, давай. Обычно, кнопка. Так, я, пожалуй, выберу вот эту вот синюю кнопку. Лейка. Лейка плюс усложнение. Что? Ну, слушай, это хотя бы не наказание, согласитесь. Лейка плюс усложнение. Зачем на такой предмет давать усложнение? Лейка против бамбука. Лейка плюс усложнение. Ты, да, Сергей, я ведущий. Я вообще не знаю, что там должно быть. Ну, так ты веди так, чтобы я выиграл. Ха-ха-ха. Ты веди так, чтобы я выиграл. Лейка, вот тебе не повезло. А Лейка, наверное, нужна была для Роллта. Итак, Глент, я увидел Лейку. Знаешь, как она выглядит? Давай, показывай уже. Не, мне кажется, это очень интересная Лейка. Выставлял? Эээ, вот. Что? Я думал, огородная Лейка. Я тоже, кстати, подумал. Ну, это лучше намного. Это, видите, прикол. Хочешь, душ себе устроит? Нет, не надо. А вот твое усложнение. Не надо, лучше не надо. Потому что если ты ему душ... Маска, наверное. Вау. А маска-то для чего? Кубиков с утра забыл надеть. Верни-ка. Нет, Глентик, сегодня оденешь ты ее. Блин. Ладно, ничего. Для чего? Как типа правила безопасности? А чего там бояться-то? Внимание, Глент, Кубиков. Так, ну, скажу честно, в этой маске очень плохо видно. Но, в принципе, бамбук найти смогу. Засекай, Серега. Так, время пошло. Давай. Так о чем? С бамбуком вообще нереально что-то сделать. Окей, так. Можно же как-то пилить? Давай, долбаника, долбаника. Нет, нифига не выходит. У меня для тебя подсказка. Кубиков, не против? Я не против. Тем временем, и время пока что идет. Глент, попробуй проделить через бамбук эту веревку и выдернуть его. Так она не пролазит. Ты думаешь, ты такой умный? Я сейчас крутил просто лейку. Можно... Стой, погоди. А ты хочешь сказать то, что... Ну-ка, давай вот эту штуку попробуй, да-да-да. Оп. Оп. Офигеть, какой клеткий гамбук. Еще и в маске ничего не видно. Хорош. Нет. Не, мне кажется, здесь нужен какой-нибудь острый предмет. Это по-любому. Это не смешно. По-другому. Каким клевом, господи, помилуй. Клевом. Вот это раунд. Побыл голубем, так еще вообще ни капельки не продвинулся. На, забирай. Забирай, реально. Потому что варианта я не вижу другого, как уже менять инструмент. Надеюсь, Кобяков будет больше. Кобяков, давай нажимай. Давай. Я выбираю вот эту кнопку. Болгарка. 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 Не, все, хана. Понял, сейчас. Болгарка, сейчас он разнесет все. Я надеюсь, что это болгарка с подвохом, что это не настоящее. Может она просто будет... Не, это настоящая болгарка, я думаю. Да, вот она, болгарка. Тут у меня насадка, так понимаю, какая-то странная. Может это для обуви? Господи, это насадка, которая... Нет, это насадка, которая для посуды. И то это не насадка, это изначально было другим... Но, явно не для бамбука. Так. Жесть. Благодарю. Ну, это что уж поделаешь. Конечно, средства безопасности обязательно. Полный комплект. Сначала надеваем распир... Ребята, если что, все выбрано профессионалами, не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Распиратор? Распиратор это то, что распирает. А это, наверное, респиратор. Теперь наушники и маску. Давай, поперли. Маска это одноразовая, а это шлем. Ты давай, ты не умней сейчас, я тебя слышу. Нет, ну, по факту, это является шлемом, я не спорю. Я готов. То есть, шлем плюс маска, вот так вот, что-то рядом. Кстати, нет, это все-таки не губка для посуды. Ну, не то, чтобы для мытья, а когда ты вот это вот отскрепываешь что-то. Давай, 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 я в тебя верю. Ну. Блин, руки капец устают. Не, ну, слушай, Кобяков, пока тебе дали такой офигенный шанс, надо его использовать. Угу. Так. Э, все, Кобяков, время вышло. Ну и забирай. Все равно толку немного от твоей болгарки. Болгарку, если честно, не реализовал. Мне казалось, что он больше пропилит. Там, конечно, есть три распиленных бамбука, но он через них точно не вылезет. Ну, в принципе, у меня, по крайней мере, хоть как-то поврежден бамбук, в отличие от тебя. Дай мне один раунд, сынок. Давай, Серега, я готов нажимать. Я уже выбрал кнопку. Нажимай. Так. Пилка. Пилка. Пилка для ногтей. Я вот тоже подумал о пилке для ногтей. А, ну так это нормально. Это вообще хорошо. Не, ну, слушайте, если учесть, да? То есть, если учесть, то, что это пилка для... О, не, не, это оно. А я был прав. Реально маленькая пилка, вы посмотрите. Все, хватит. Потом посмотрим. Давай сюда ее. Офигеть. Нормально. Еще чуть-чуть можно было бы заточку просто дать. Я думаю, с бамбука справится. Давай, она сейчас, да, сделает свое дело. Не смешно. Давай, у тебя совсем немного времени. Я тут что-то отломал. Так. Пополам, да? Молодец. Так. Так. Хорошо. Эй, ты кидаешь, ты в стекло. Извини. Давай, 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 давай. Так, вот это на половинку сломано, может, получится. Не, слишком легкий бамбука. Да, я думаю, сделает все, что надо. Ну что, Петик, у тебя вышло время. Так, блин, это прикол какой-то, эта пилка вообще нифига не пилит. Блин, да, реально? Слушай, ну, обидно, обидно. Надеюсь, в следующем раунду тебе повезет. Не повезет, потому что я выберусь первым. Бред полный, мне дали пилу. Копер не пилит, это вообще что? Ну, оттуда я смотрю, и вы идете прям нос в нос. Кубяков, давай. Ну, слушайте, одинаково, одинаково, плюс-минус. Не сказал бы, что все идентично, но... Что-то типа такого есть у них. Но все-таки уже пора ставить ставки. Ребят, уже 17-ая минута ролика, а я хотел это еще на 10-ой сказать. Потому что помните, я на 5-ой минуте что говорил? Что надо ставить ставки, кто первым вылезет. Короче, я думаю, что... Ладно, я ставлю на Глента. Все равно хочу поставить почему-то на Глента. Ну, слушай, ну не наказание зато. Челлендж мы проверим, как ты умеешь быстро отточить. Что точить? Карандаш. Вот такая вот суперточница. Тебе ее надо отточить? Нет, невозможно, за минуту не успеет. А я засекаю. Ты готов? Да, я готов. Если справишься, получишь очень крутой инструмент. Я готов начинать. Интересно. Давай. Давай. Оп, 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 оп. Так. Почти датащил. Не, ну он не успеет. Давай. Сколько у меня еще времени? Еще 7 секунд. 7 секунд, ты можешь не успеть. Я успею. Все, все, все. Стащил. Он стащил. Хорош он это сделал. Офигеть. Все, карандаша нету. Посмотрите. А вот мой офигенный инструмент. Офигеть. Ой, не, не, не. Ему дали очень клевый. Топор. Это вообще не круто. Почему ему топор? Это очень плохо. Все. Потому что я на Гленту поставил. Я иду на выход. Давай. Офигеть, бамбук оказался сильнее, чем я думал. Еще бы бамбук сильнее, чем ты думал. Конечно, он очень жесткий сам по себе, по консистенции, короче. Капец, как это завозит и получается. Нормально. Нормально. Так, так. Это наши хейтеры. Я, кстати, добрался до следующего слоя. Это смечи. А у тебя осталось 10 секунд. 9. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Все, 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 все. Отдавай ему топорик. Блин, нет, я не хочу проиграть. Если сейчас Глент проиграет, то это будет очень плохо. Я же ставил на Глента. Не, ну Кобякова прям фортануло очень сильно с топориком. Мне кажется, он выиграл. Ну, он дальше-дальше прошел, я уверен, я вижу это. Глент, ты теперь я точно уверен, что у тебя нет шансов. У него нет шансов. Глент, ты почти выбрался. Глент. Погоди. Сейчас посмотрим, что ему дадут по предмету. Ну что, я уже выбрал кнопочку. Я выбрал вот эту вот зеленую кнопку. Так. О, Лидару. Лидару. Ну что, Кобяков? Все? Все? Лидару. Он еще лучше, чем твой топорик гребаный. Глент, кстати. Давай. За Глента или за Кобякова? За Глента. Я за Глента лично болею. Да. Если за Кобякова, включите, Глент. Вперед. Вот и все. Давай, погнали. Грюк. О, уверенно выглядит нормально. Ну что, я готов. А я тоже готов. Погнали. Так. О, такой очень вылитый. Хорошо. Хорошо. Вот это намного лучше. О, пошла жара. А я говорю, это лучше, чем топор было изначально. Главное, проложить тебя в одну трещину, а дальше бамбук поддается. Давай. Оп. Молодец. Оп. Молодец. И... Третьих. Три, два, один, стоп. Ноль. Все, молодец. Стой, стой. Я достаю. Стой. Я достаю. Вот. Держи. Ты чего? Он все равно руками это достанет. Кобяков, успокойся. О, получилось. Не так хорошо. Молодец. Это вообще клево. А, кстати, они сравнялись, заметьте. Они реально сравнялись. Мы не забыли, что запрещено руками пользоваться. Почему это руками запрещено пользоваться? Еще как можно. Так, Кобяков, твоя очередь. Так, сложный выбор. Так, ну-ка. Я уже чувствую, как выход близко. Вот это кнопка. Ну-ка. Фен, строительный, плюс утяжелитель. Это нормально. Непонятно. Я первый раз сейчас, наверное, увижу, что это такое. Дали надежду, и все, сразу поплыло. Ничего. Ну-ка давай. Давай быстрее, Серега. Удели нас. Прежде чем там тебе фен, на, наденем вот это на руке. Правила безопасности, все верно. Утяжелитель, это нормально, я сейчас тренируюсь. Поэтому мне полезно. Блин, на самом деле они... Чего? Кобяков тренируется? Почему я только сейчас об этом узнаю? Килограмма по пять каждую вещь. Так что я не уверен, что Кобяков с этим раундом справится. Нет, как справится, он больше. А вот так вот, где строительный фен. Вау. Я, кстати, даже не понимаю, как этот фен может, в принципе... Да, этот... Как это называется? Ну что под... Как он вообще действует сам по себе? Я первый раз сейчас это буду видеть. Дожгем свечки на нашем тортике. Ну-ка давай. Поехали. О, пошла жара. О, просто как сгущенный. Он катает, но не сильно жестко. Я думаю... Не, ну неплохо на самом деле. Свечки начали падать и отклеиваться друг от друга. О, хорошо. То есть он получается какой-то горячий воздух выдает из себя или что? Я вижу, как пробивается в следующий слой. Опа. Свечку поджем. Опа. Что не поджем? Нет, хорошо. Кобяков, все. Три, два, один. Стоп, стоп. Эй, ты че стопнул? Стоп игра. Ой, Кобяков, да тут баню устроил какой-то. Немально. На то я вижу следующий слой. Не, молодец. Зато он хотя бы уже дальше сможет продвинуться. Вот именно. Блин. Не, ну пять минут у них осталось. Я что-то как тыкал на целый раунд. Было очень залипательно. Я готов. Серега. Итак, Глент, давай узнаем, какой у тебя будет инструмент в этот раз. Я выбираю вот эту вот кнопочку. Я, вот мне интересно, за пять минут кто быстрее из них выберется, Глент или Кобяков? Я стоял на Глента. Каяка. Кто? Каяка? Каляка? Интересно, что такое каяка? Нет, каляка там, или каяка, ну-ка, еще раз. Каяка. Каяка. Ого, смотрите, какое-то недовесло. Еще какой-то крюк. Нифига себе. Чем-то серфинг напоминает, кстати. И весло. Два в одном. Держи. Она деревянная? Серьезно? Да. Итак, Глент, время пошло. Так, а что я могу с этим сделать? Подсвечка, бамбук. Давай, давай, давай. Звечки начинают рушиться. Так, так, так. Это хорошо. Получилось оторвать бамбук. Ау. Еще бы у него не получилось оторвать бамбук такой штуки здоровой. Давай, еще чуть-чуть. Блин, я только вот это. Так, давай. Слушай, если я не ошибаюсь, это пенопласт уже идет. Так, маленький сделал из свечей. Угу. Молодец. Стоп, Глент. Вот так. Глент, какой-то у тебя есть. Что? Смотри на время. Две минуты. Поставим за... За три минуты еще столько разрушить можно? Нет, это жесть. Блин, реально шансов выиграть мало, потому что я очень мало пробил. Ну ничего, я не сдамся. Так, у нас там осталось еще достаточно много крутых инструментов. Кобяков, в твоя очередь. Я выбираю вот эту кнопку. Так. Культиватор? Это что такое? Культиватор? Смотрите, это похоже на несколько сюрикен соединенных. Вау. Не, мне кажется, то, что он не сможет таким образом сделать. Я вам отвечаю. Оп. Все. То есть, смотрите, чисто по факту. Если сейчас он... Да не, он не сможет. Поехали. Ну, давай попробуем. А, Кобяков. Давай, давай. Массаж в стене. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так вот. Вау. Кобяков, не надо выигрывать. Умоляю тебя. Блин, торопедная штука. Дай нам-то выиграть. Кобяков, вообще-то это не штука бесполезная, а свечи крепкие. Глент еле справляется с ними. И ты тоже попотей. Ну, понятное дело, плохой инструмент, когда он вообще не крутится нифига. Если бы он крутился, было бы хорошо. Все, смотри, я сделал нульчаку из свечи. И я этой нульчакой... Нульчакой из свечи. Ну, на, вот эту вот кнопку. Что? Вау, Кувалда, это, кстати, очень классно. Позвольте, без фейка. Какая еще фейка? Какая еще фейка? Офигеть. Она большая. Не, вот это классно. от него произведена. Да, точно. Психотика безопасности это по-любому. Оп, оп. Посмотрите, один удар и вон вдруг отваливается. О-о-о. Ти-ж. О-о-о. Ти-ж. Ну, жесть, да, Весь? Ти-ж. 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 Кобяков, я ломал. Хорошо, это было клево. Следующий слой. Ха-ха. Ты чё? Давай. Да. Я вижу оружие. Все, я выиграл. Да ладно. Да ладно, мы победили. Давай, мне хватит. Нормально. Да. Офигеть. Офигеть. Глент, ты побеждаешь. Сейчас и капец. Давай, Глент, я в тебя верю. Я надеюсь, что Кобякова не выпадет офигительный предмет. Потому что это будет слишком жестко. Давай, Глент, у тебя еще 40 секунд. Нормально, мне хватит. Я дима. Не, нормально, молодец. Если так, учитывая то, что он сейчас уже сколько пробил дыры. Не, молодец, молодец. Здесь по-другому нечего сказать. Еще чуть-чуть. Я, походу, скоро выберусь. Давай, 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 я в тебя верю. Ты это сможешь глинить? Четыре. Три. Две. Одна. Ноль. Молодец. Блин, сейчас по-любому выберется. Я, ребят, не знаю. Конечно, по-любому еще бы. Дырка широкая. Честно, пока не могу ответить или смогу выбраться. Не выберешься, не выберешься. Смотрите на этого чебурека. Эй, чебурек. Походу, я сегодня забираю косарь баксов. И вот сейчас момент истины, ребят. Вылажу. Оп. 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 Ладно. Ну все, тебе хана, Кобяков. Ты проиграл. Я живой. Конечно, живой. Еще бы. Пойдем, Кобяков. Ну что, где эти хоторые деньги? В тиктоке видел. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять. Десять, одиннадцать. Нет, десять. Молодец. Тысяча баксов. А. Ха-ха-ха-ха. У него только что забрал. Вы что, офигели? Я себе тут чуть попу не порвал. А ты ему еще и баксов даешь, офигевший. Но в любом случае, ребята, я победил. Не, молодец. Если честно, вообще не верил, потому что Кобяков прям сильно выходил вперед. Ну а сейчас у него вот такое лицо. Не, неплохо тоже. Вот это клево. Он уже настолько устал, что даже с бокса выбраться не может. Но, ребят, если вам понравился этот ролик, вы обязательно... Он настолько устал, что даже из бокса вылезти ему. Вы можете поставить что? Лайк на канал уже стоит. Это же жесть. С вами был Глент, Кобяков, Серега. Всем пока! Короче, если что-то сказать по поводу этого ролика, это просто офигенный ролик. Напишите в комментариях, как вам. Самое главное, включайте уведомления. Подписывайтесь на наш ютубный канал. И не забывайте, завтра еще ролики выйдут. Да и сегодня тоже еще выйдет. Поэтому всем огромнейшее спасибо за просмотр и всем пока!